Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем нашу работу и тема нашего сегодняшнего урока – описание помещений. Мы на прошлом уроке с вами вспомнили, как образовываются существительные во множественном числе. Давайте потренируемся. Давайте распределим эти слова по группам. Где-то мы будем просто добавлять окончание «с», где-то «и-эс». Где-то у нас будет буква меняться на «ай», где-то буква будет меняться на «ви», а некоторые существительные образуются не по правилам, а не исключения. Итак, давайте работать. «Wife». Обратите внимание, слово заканчивается на буковку «ф». Что происходит? «Ф» меняется на «ви». Со мной «вайф», «вайвз», «чайлд». Вспомните, как я обращаюсь к вам в начале урока. «Хэллоу», «чилдрен». Не по правилам, «чилдрен». «Флай», буковка «вай», перед ней согласный. «Вайф» меняется на «ай». «Флай», «флайз». «Деск». Просто добавляем окончание «с». «Деск», «дескс». «Орэнджи», 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 «с». «Бук», «нечего тут менять», «букс». «Маус», «вспоминаем». «Маус», «мэни», «майс». «Майс» – не по правилам. Слово-исключение. «Томато» заканчивается на «о». Мы будем добавлять «и», «эс». «Томато», «томатос». «Глаз» заканчивается на «эс». Значит, «глаз», «глазис». Добавляем «и», «эс». «Бас», тоже на «эс». «Басис». «Найф», посмотрите, буковка «ф» меняется на буковку «ви». «Найф», «найвз». «Пати», буква «вай». Смотрим, что перед ней. «Согласный», значит, буковка «вай» меняется на «ай». «Пати», «патис». «Бэйби», то же самое, буква «вай». «Перед ней согласный», значит, меняем. «Бэйби», «бэйбис». «Вотч». Мы закончили слово звуком «ч». Значит, мы добавляем окончание «и-эс». «Вотч», «вотчис». «Лоуф». Последняя буковка «ф». «Ф» меняется на «ви». «Ви». «Лоуф», «лоуфз». «Вумен». Вспоминаем наши слова исключения. «Вумен», «вимен». «Шип». Слово не меняется, значит, оно исключение. «Шип». 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 «So, we managed with this exercise». Мы справились с этим упражнением. «Let's remember when we describe places». Вспоминаем. Для описания любых помещений или местности. Англичане не говорят «стоит», а не говорят «находится». Что-то в единственном числе. «There is a...» Например, ваза на столе. «There is a vase on the table». А во множественном... «There are...» «Стулья вокруг стола». «There are cheers round the table». «Look at this picture. Let's describe it». Смотрим с вами на картинку и описываем её. Работаем устно, записывать ничего не нужно. «A table». Единственное число. «A table». Давайте скажем «находится стол». «There is a table». «There is a table». Проговариваем со мной. «There is a table». Читаем дальше. «Four cheers». «One, two, three, four». «Four» – множественное число. Значит... «There are four cheers». «There are four cheers». Ещё раз со мной. «There are four cheers». «Three glasses on the table». «One, two, three». «Множественное число». «Множественное число». «There are three glasses on the table». Ещё раз со мной. «There are three glasses on the table». «A red bike». Велосипед у нас один. А раз «велосипед один», значит, мы будем говорить «there is». «Строим предложение со мной». «There is a red bike». «Two swings». «Две качели». Мы их сосчитали. «One, two». «Две» – это уже множественное число. Значит... «There are two swings». «Ещё раз со мной». «Ещё раз со мной». «There are two swings». «A dog under the table». «A dog». «Сколько у нас собак?» «Одно». «Об одной собаке мы скажем». «There is a dog under the table». «Ещё раз». «Две птички» – это множественное число. «There are two birds». «There are two birds». «Ещё раз со мной». «There are two birds». «И последнее». «A magazine». «Журнал». «Журнал» у нас один. «Значит...» «There is a magazine». «It was not difficult». «Было совсем нетрудно». «Let's go on». Поехали дальше. «We have got one more exercise. It is in your book, page 94, exercise 4». Упражнение из нашего учебника. Страничка 94, номер 4. Наша задача поставить «there is» или «there are» и раскрыть скобки в единственном или множественном числе. Будьте внимательны с окончаниями. «Now you stop the video and do this exercise with a pencil». Давайте мы остановим видео и вы выполните это упражнение карандашиком. В тетрадь писать не нужно. Я разрешаю выполнить карандашом в учебнике, но обязательно всё, что вы напишете, нужно вытереть. «So stop the video and do this exercise. Then we will check». Вы выполняете упражнение, а потом мы проверим. While checking. Итак, проверяем. «Стакан один». Значит, «there is a glass on the table». «Two». Вы увидели слово «два». Значит, нам нужно будет сделать множественное число. «There are two». Сделали мне два бутерброда. «Sandwiches in the lunch box». «There are two sandwiches». Мы добавили «и», «с», потому что звук «ч». «In the lunch box». «There are two shelves in the bedroom». «Two». На что указало слово «two»? На множественное число. «There are two shelves in the bedroom». Что стоит в конце? «F». Значит, «F» будет меняться на «V». «There are two shelves in the bedroom». «There are two shelves in the bedroom». «Three boxes over there». «Three». Указывает на то, что их много. «There are three». Обратите внимание на последнюю букву. «X» значит «boxes». Окончание будет «es». Окончание будет «es». «Over there». «There are three boxes over there». «Four». «There are four dishes in the cupboard». «Four». Опять множественное число. «There are four dishes». Заканчивается на какой звук? «Ш». «Ш». Значит, окончание «es». «Dishes in the cupboard». «There are four dishes in the cupboard». «Э». А ну-ка вспомните. Как у нас хорошо умеет считать артикль «э». Артикль «э» считает «до одного». «Значит, зеркало одно». «Это будет единственное число». «There is a mirror next to the sofa». «There is a mirror next to the sofa». «Managed». «Справились». «Let's go on». «Look, somebody doesn't know words». «Кто-то забыл слова». «Я вместо забытых слов изобразил рисунки». «Мы с вами помним слова?» «Давайте проверим». «What is this?» «Number one». «It is a house». «What room is this?» «Что это за комната?» «It is a kitchen». «What room is this?» «It is a bedroom». «What color is the bath?» «What is this?» «It is a bath». «What color is it?» «It is yellow». «And what is this?» «It is a garden». «Now we can read the text. «Read with me». «Читаем вместе со мной». «This is our house». «This is our house». «It is a big house». «There's a living room, a kitchen, two bathrooms and four bedrooms». «Look, there's a pink bath in the bathroom». «Our living room is yellow and there are two big mirrors in it». «Look at all the flowers in our garden». «Our house is very nice». «Stop the video and read once again». «Поставьте видео на паузу и прочтите текст еще раз». «Страничка 95, номер 5 в учебнике». «So, what I want you to do at home». «Что же вы должны сделать дома самостоятельно?» «You are to remember the words, to revise the words». «Повторите слова и конструкции, которые мы использовали на уроке». Это конструкции «there is, there are» и множественное число существительных. «Do exercise 2, page 102». «В учебнике на страничке 102 выполните письменное упражнение 2». «По рисунку дополните предложение, как мы делали на уроке». «А потом закройте текст и постарайтесь устно описать рисунок. Кто, где находится». That's all. Thank you for your work. Goodbye, children.